Вы смотрите эфир международного французского радио РФИ. Меня зовут Анна Строганова. Моего сегодняшнего гостя зовут Ринат Бекин. Здравствуйте. Добрый день, Анна. Вы востоковед, писатель, исследователь ислама. Вы занимаетесь историей крымско-татарского движения. Этой историей вы посвятили ваш роман, который называется «Акбуре. Крымско-татарская сага». Это книга, которая рассказывает историю трёх поколений крымско-татарской семьи. Наш сегодняшний разговор приурочен к 18 мая. Это день памяти о депортации крымско-татарского народа. Сегодня, когда идёт война в Украине, которую развязала Россия, о проблемах крымских татар говорят не очень много. Хотя, например, один из переговорщиков с украинской стороны, это лидер крымско-татарского национального движения, известный советский диссидент Мустафа Джамилёв, он участвует в переговорах, как я уже сказала. Я бы хотела начать наш разговор с истории. История депортации крымско-татарского народа происходит примерно с 18 по 20 мая 1944 года. 17 мая Сталин подписал указ о депортации крымских татар. Что стало причиной этой депортации? Я поправлю. Чуть раньше было принято решение. 11 мая, да, извините. Да. Ну, не суть. Да, действительно, это осуществлялось в течение двух суток. Причины есть, причины, которые были обнародованы, официально объявлены, и причины, которые, скажем так, уже скрыты, и которые пытаются, скажем так, разные стороны назвать. Это, как мы знаем, все-таки было такое обвинение голословное в сотрудничестве, в коллаборационизме значительной части крымских татар, якобы их сотрудничестве с немцами. И на этот счет называются разные цифры, разными историками, разными исследователями. И вот это официальная причина. Но есть и неофициальные причины. В частности, одной из наиболее известных является, скажем так, стремление Сталина удалить из Крыма, из Кавказа ряд мусульманских народов, тюркских народов, которые, рассматриваясь им в качестве, сейчас очень популярный термин, пятая колонна, в случае, если этот регион станет зоной активных боевых действий в связи с вступлением Турции в войну. На стороне гитлеровской Германии, естественно. Как долго длилась депортация, и какими были последствия ее для крымско-татарского народа? Уже дорога в места высылки, она заняла много-много недель. И зависела, конечно, от региона, куда эти эшелоны, эти поезда отправлялись. В 60-е годы национальным движением была проведена самоперепись. И согласно данным этой самой переписи, которую проводили крымские татары, в первую очередь в Узбекистане, национальное движение проводило, погибла как во время самой депортации, так и в первые годы после нее. Как известно, в Советском Союзе был послевоенный голод. И крымские татары, которые оказались фактически многие без крыши над головой, в буквальном смысле этого слова, они просто погибли в первые годы после депортации. И вот называется цифра совершенно чудовищная. Это около 46% представителей народа. И это одна цифра. Официальные цифры, которые назывались советской властью, они другие, конечно, они в разы меньше. В любом случае, потери были колоссальные. И об этом свидетельствуют и свидетельства самих крымских татар. Это личные истории, воспоминания. Нет практически семьи, которая бы не потеряла кого-то. Или семьи, где кто-то не заболел бы серьезно. То есть и не умер бы, может быть, не сразу. Там в 46, 45, 46, 47, а чуть позже. Но напоследствия для народа были, конечно, трагические. То есть не только сама депортация, то есть отправка в места высылки, но и те годы, которые последовали за этим, когда крымские татары уже были распределены по разным регионам, прежде всего в Узбекистане, где они фактически вынуждены были выживать и бороться за свое существование. Как я понимаю, в 60-е годы оттепель, время, которое было в принципе особенным для всего СССР, стало тоже очень важным временем для национального сознания, для какого-то национального подъема крымских татар, которые по большей части жили тогда в Узбекистане. И если мы говорим о каком-то национальном движении, то оно начинается в 50-х годах. В 56-й год и начало реабилитации высланных народов, депортированных народов, дали надежду и повод для того, не то чтобы собирать вещи, но, по крайней мере, надеяться на ближайшее решение вопроса о репатриации крымских татар. Но этого не произошло, как мы знаем. И национальное движение стало одной из основных целей. Было провозглашено как раз возвращение народов в Крым. А национальное движение следует сказать, что, конечно, значительную часть Костякова составляли ветераны войны. Многие из них были такими убежденными коммунистами. Это тоже наложило отпечаток на ранний этап движения. Уже в 60-е годы там появляется более молодое поколение, которые родились незадолго до войны или во время войны. И они как раз были уже, скажу так, не такими убежденными коммунистами. Многие стали и диссидентами, как Мустафа Джамилев, например. Но в целом надо сказать, что вот этот диссидентский элемент, он именно такой антисоветский. Диссидентский, как синоним антисоветского, он не преобладал в национальном движении. Нельзя сказать, что оно сплошь и рядом состояло из коммунистов, хотя, повторяю, что на раннем этапе вот именно такие коммунисты, убежденные, они играли значительную роль. Но в дальнейшем все-таки это были люди не то чтобы там коммунистически настроены, но они не были антисоветчиками. Потому что диссидентство в первую очередь характеризовалось именно контактом с правозащитным движением в СССР и контактом с зарубежными журналистами, дипломатами и так далее. Вот этот момент категорически не принимался значительной частью национального движения. Они выступали за то, чтобы... Они хотели, чтобы их использовали для каких-то своих целей. Там западные спецслужбы, западные какие-то правозащитные организации и так далее. Поэтому тут очень интересный момент, о котором тоже можно много рассказывать. Я не хочу углубляться, но вот это такая особенность национального движения. Но при этом тот факт, что вот это диссидентское крыло существовало и существовало в тесной связке со сторонниками демократического диссидентского движения, это, наверное, то, что делало проблему крымских татар видимой, в принципе, для Запада. Да, безусловно. Благодаря вот этой диссидентской части и, скажем так, такой умеренной части тоже, которую нельзя назвать диссидентами, которые контактировали с правозащитным движением, с Петром Якиром, в частности, у него на квартире побывало очень много крымских татар. Действительно, о проблемах этого народа стало известно на Западе. Это старшее поколение, можно мемуарной литературе встретить, что они иногда довольно жестко высказывались по этому вопросу и даже предлагали там бойкотировать тех представителей молодежи, которые контактировали с диссидентами. Хотя были, конечно, фигуры, которые, несмотря на вот эти запреты, все равно, например, Андрей Дмитриевич Сахаров, он, конечно, уважаемая фигура среди разных направлений в национальном движении, потому что он действительно участвовал активно и в процессах, приезжал. Хотя, конечно, его непосредственно связывала дружба именно с Мустафой Джамильевым, но и с другими представителями движения он тоже общался. И мемуары, воспоминания о нем очень многие участники движения помнят и вспоминают. И Сахаров, конечно, очень знаковая тоже фигура. Ну и, конечно же, Петр Григоренко. Да, я как раз хотела поговорить о Петре Григоренко, генерале Советской армии, который сегодня, во всяком случае, видится как такой главный защитник крымско-татарского движения. Да, Петр Григоренко, безусловно, был очень таким человеком, который сыграл колоссальную роль в том, что о движении заговорили как в Советском Союзе, так и на Западе. И вместе с тем, конечно, опять же, он контактировал тоже с определенной частью национального движения, с молодыми представителями, которые были диссидентами. Но эта фигура действительно, несмотря даже на разные политические взгляды внутри движения, тоже почитаемая, уважаемая, как такой пример героизма, бескорыстности и так далее. Я видела цифры, что около трех тысяч крымских татар, несмотря на запреты и сопротивление со стороны властей, смогли вернуться в Крым в период где-то с 1967 по 1970 год. Когда крымские татары начинают по-настоящему возвращаться на родину? Попытки возвращения, они действительно после 20-го съезда такие единичные попытки, потом такой вот ручейки такие поплыли. И большинство, конечно, вот таких поселенцев самостийных их возвращали, им не давали прописку, не давали работу. Была классическая схема, когда для того, чтобы получить прописку, нужно было устроиться на работу, чтобы устроиться на работу, нужно было получить прописку. Вот этот замкнутый круг искусственно создавался, и фактически невозможно было каким-то образом зацепиться, закрепиться в Крыму. В Крыму национального движения. Другой целью, второй важен, если можно так сказать, два краеугольных столпа, это возвращение на родину, и это восстановление Крымской республики, Крымской АССР. Конечно, это Крымская государственность, это воспринимается как Крымская государственность, национальная республика, несмотря на то, что она не называлась Крымской, Крымской татарской АССР, а Крымской АССР, но все равно для Крымских татар это национальная республика в их сознании, Там были квоты для народа, органы государственной власти и так далее. То есть это воспринималось, подобно Татарской ССР, подобно Башкирской ССР. Это воспринималось как национальная республика. И когда это возвращение происходит по-настоящему? Когда крымские татары смогли по-настоящему вернуться домой? Перестройка, конечно, она вселила новые надежды. И тоже одно из ярких таких событий – это демонстрация в Москве на Красной площади, когда крымские татары пытались добиться от руководства Советского Союза решения вопроса о возвращении. Тут тоже, вот уже здесь происходит такое, скажем так, разделение. Слово «раскол» не очень люблю использовать, но разделение. И со временем, уже через несколько лет, появляются два крыла таких основных. Это вот, собственно, национальное движение крымских татар, лидером которого являлся Юрий Османов. И ОКНД, и потом на плечах которого вырос Меджлис, крымско-татарского народа, это Мустафа Джимильфа, о котором мы говорили. И это были две разные стратегии. Основная суть программы возвращения, которую предлагало национальное движение, это поэтапное возвращение в Крым. Это организованное, здесь ключевое слово «организованное», в том смысле, что это не должно быть стихийное возвращение. Там все вот собрались, продали дом, или там поменяли квартиру и поехали в Крым. Так вот, не было это реализовано в полной мере. И в итоге вот мы столкнулись, мы видим то, что происходило стихийное переселение, когда уже Советский Союз доживал свои последние дни, потому что все эти процессы происходили буквально в последние годы существования Советского Союза, когда уже Крым там жил отчасти своей жизнью. И, в общем, их крымских татар уже местные власти не ждали. И, собственно говоря... Ну и не мешали им переезжать. Не мешали, но и не содействовали. В итоге крымские татары переселялись. Не могли найти сразу работу многие. Не могли найти жилье. И возникли эти самозахваты и так далее. Стихийное переселение, вопреки первоначальному плану, ну и привело к конфликтам с новыми крымчанами, как их иногда называют, то есть теми, кто поселился уже после военное время. И эти конфликты о них хорошо известны. Как в целом жили крымские татары в украинском Крыму? Это вопрос тоже непростой. Вот, знаете, вот сейчас очень модное такое слово, которое в связи с... После 24 февраля очень многие любят произносить. Не все так однозначно. Вот как это... Не грустно говорить, но когда мы говорим о истории крымско-татарского народа, здесь вот тоже часто можно говорить о том, что не все так однозначно. Потому что... Ну, однозначно, наверное, то, что крымские татары поддерживают Украину и поддержали Украину, когда произошла аннексия Крыма. Тоже не совсем. Вот как раз да, да-да-да-да. Именно не однозначно, потому что для меня, вот когда я начинал работать над романом, для меня тоже мне казалось, что все-таки Межлис представляет, ну, скажем так, точку зрения большинства крымских татар, которые не материков в Украине, которые в Крыму находились. Но на самом деле проблема в том, что какая основная была претензия к Межлису у татар Крыма, у крымских татар, это то, что за... И к Украине, в первую очередь, конечно же, ну, к Межлису как организации, которая взяла на себя представительство интересов народа, а к Украине как государству, которому принадлежал Крым. Это то, что за эти там 24 года практически ничего не было сделано для... То есть цели и задачи национального движения не были выполнены. Да, все вернулись, но фактически не была восстановлена восстановлена Крымская республика в той или иной форме, в которой вот... То есть не обязательно, конечно, она должна была быть АССР, там дело не в названии, а в том, что это должна была быть, скажем так, национальная автономия крымских татар, и которая в первую очередь подразумевала, не в последнюю очередь, по крайней мере, представительство в органах власти пропорциональное крымских татар. Это другие права народа. А в итоге получилось так, что руководство Украины предоставило льготы и какие-то привилегии части элиты представителям Меджлица, а народ практически не получил ничего. Это было очень такое разочарование, очень сильное. И поэтому, когда случился 2014 год, значительная часть крымских татар с большой надеждой действительно... Не то, что они там вышли с флагами и приветствовали Россию, но они, скажем так, без сожаления расставались с историей Крыма в составе Украины. Вот так можно сказать деликатно. Все очень сложно. И нельзя сказать, что... Но сегодня, 8 лет спустя, если мы говорим об итогах нахождения России в Крыму, в оккупированном Крыму, как говорят представители Меджлица и, как считает международное сообщество, каковы, по вашим ощущениям, по вашей оценке, чувства, мысли, надежды крымско-татарского населения сегодня? То есть это разочарование, в первую очередь, присутствием России или тоже, как вы говорите, не все так однозначно? Ну, всегда в таких случаях вот я привожу фразу, что когда вот спрашиваешь многих крымских татар, вот вы в данном конфликте или там во время войны или там до даже 24 февраля, вы там кого поддержите? Мы там не за Украину, не за Россию. Мы за Крым. Мы за крымских татар. То есть это вот часто можно слышать такой ответ. И на самом деле в нем нет никакого лукавства. Это отражает ту ситуацию, в которой живут крымские татары. Причем это не первый раз, да, такая история. Это вот между Молотом и Накованей, да, когда там в свое время это было между Турцией и Российской империей и так далее. То есть это часто происходит сейчас между Украиной и Россией. И тут, конечно, легко было бы занять позицию там из-за известной поговорки там, когда паны дерутся там и так далее. Но в данном случае невозможно оставаться в стороне. И, конечно, народ, как и вообще все там российское общество, он расколот. И это тоже проблема. Есть те, кто продолжает активно поддерживать органы власти российские. Есть те, кто оппозиционно настроен. Ну, общество фрагментировано, и это нормально. То есть это ненормально, но это, к сожалению, факт. И отсюда есть люди, которые поехали добровольцами из крымских татар, поехали контрактниками от России. Есть те, кто эмигрировал, есть те, кто хочет эмигрировать, есть те, кто по-разному. Но притеснения, если мы говорим о притеснениях, если мы говорим об арестах, если мы говорим о сфабрикованных делах, с обвинениями в терроризме, все это в отношении крымских татар начинается в 2014 году. Да, и здесь речь идет в том числе о религиозных сюжетах. Это Хизбут-Тахрир, хотя эта тема, скажем так, Хизбут-Тахрир и до 2014 года не пользовалась такой массовой поддержкой среди именно мусульман, практикующих крымских татар. Но вот они стали жертвой, потому что при Украине, конечно, их не преследовали, хотя и не во всем поддерживали. А что касается других, да, тоже, конечно же, те, кто не уехал, те, кто не, скажем так, был против аннексии, против того, что Крым стал частью России, они и те, кто остались, они, конечно, стали объектом пристального внимания спецслужб и оказались либо под следствием, либо уже по ним был вынесен приговор. Да, это такая практика существует. И еще очень важный момент, не то чтобы раскол, но разделение, оно возникло раньше, оно еще до 2014 года возникло, об этом тоже надо сказать. Это как раз вот были люди, скажем так, условно там, промеджлисовские и антимеджлисовские. То есть тут вопрос был в том, что потом еще разделение, можно сказать, по такой уже культурологическому, политическому плану. Это вот проукраинские татары, даже во времена, украинские во времена, когда Крым был при Украине. Вот молодежь, например, некоторая, она, я с этим тоже сталкивался, она, ну не все, но часть вот тех, кто вот уже учился и там делал карьеру уже, там в Киеве, в других городах, они, даже зная и понимая русский язык, не очень охотно на нем хотели разговаривать со мной, например, и так далее. На украинском, пожалуйста, на крымско-татарском, пожалуйста, даже на английском, если им был известен язык. А вот русский вот как-то вот даже вот не использовали, хотя, повторюсь, что это все-таки было после 2014 года, до 2014 года, поскольку я этой темой мало занимался и знал только об этом, скажем так, из новостей, я не особо контактировал, не так много крымских татар знал, не знаю, наверное, все-таки тут в регионе 2014 года, поэтому нельзя говорить. Но до 2021 года, конечно, вот часть уже вот молодежи, она была так украинизирована, и украинский язык был для них вторым, а русский уже был третьим. Тут нужно еще понимать, что для старшего поколения Россия, конечно, значит гораздо больше, чем для среднего, младшего. И тут еще вот идея Гаспринского, Гаспринский, Исмаил Гаспринский, это крымско-татарский просветитель 19-го, начала 20-го века, и это такая фигура культовая для крымских татар, объединяющая. И вот как раз Гаспринский, он русский язык знал, скажем так, не хуже, чем крымско-татарский, и он был, тюрки, он был, в принципе, такой вот, скажем так, просветителем, который выступал за то, за союз с русскими, да, такой вот равноправный, но вместе с тем, то есть, вот эта вот опора на Россию, и Россия-центричность, она присутствует, особенно среди старшего поколения. А если подытожить, и вот как раз подытожить вопросом об интересах крымских татар, в чем первоочередной интерес для них? Возвращение Крыма в Украину? Вот тут я не могу сказать, потому что точно не для всего народа точно. Тут вот вопрос, как говорится, наблюдают за схваткой титров, с одной стороны, с другой стороны, тут невозможно просто сидеть и наблюдать, приходится быть участником всего этого. Я думаю, что обстоятельства складываются так, уже не первый раз, повторюсь, в истории народа, что нужно действовать ситуативно. Нужно уметь, согласно изменившейся обстановке, принимать важные решения, мобилизовать, мобилизоваться и понять, как действовать. Это будет ситуативное, конечно, решение. Понятно, что, допустим, для Меджлиса, для Мустафы Джемелева, конечно же, не идет речь ни о чем другом, как о возвращении Крыма в состав Украины. Но вопрос в том, что для определенной части, причем довольно значительной, крымских татар, живущих в самом Крыму, это не настолько очевидно. и, грубо говоря, если в самой России что-то поменяется, произойдет смягчение режима и смена власти и так далее, то тогда они вполне как раз будут чувствовать себя более комфортно там. То есть, тут очень сложная ситуация и приходится действительно действовать ситуативно. Это ведь тоже связано с раздробленностью народа. Это поиск национальной идеи. Сейчас вот очень много разных передач с участием крымских татар вот на разных крымско-татарских каналах. Это попытка вот выработать вот эту вот дальнейшую стратегию, дорожную карту, как жить, куда двигаться и здесь с этим сложности, потому что вот народу удалось мобилизоваться. Это очень важный момент, это очень важный урок для современного вообще вот оппозиционного движения в России, потому что национальное движение, оно действительно такого, это беспрецедентно, когда огромное количество, большая часть народа участвовала в таком национальном движении в условиях авторитарного государства. И второй важный момент это то, что это не было вождей, здесь не было какого-то вождизма, не было какого-то одного лидера, а вот это была такая горизонтальная структура, которая позволила этому движению в случае ареста определенных деятелей, координаторов, сохранять свою, скажем так, силу и продолжать действовать. Вот это очень важные такие моменты, но что касается, вот нет такой национальной идеи, вот сейчас идет активный поиск этой идеи, и очень сложно, конечно, в условиях расколотого общества, в условиях, когда часть народа живет в городах материков, в Украине значительная часть осталась в Крыму, очень сложно найти эту общую идею, которая бы объединяла, ее не было уже в 90-е годы, когда люди вернулись в Крым и вынуждены были просто выживать, бороться за свое существование, начались вот эти конфликты, расколы, вот этот вот, опять же, бандитизм, который нам известен из жизни материковой России, да, и поэтому это все раскололо общество, и оно до сих пор не может собраться вновь для решения каких-то важных задач, это вот большая проблема. Продолжение следует...